Приветствую вас. Я думаю, что вы сейчас описываете что-то вроде любовной такой зависимости или может быть созависимости, еще когда ваш муж выпил аут. Я думаю, что у вас есть чувство собственничества по отношению к мужчине. То есть вы, с одной стороны, считаете его действием неприемлемым и вообще ваши ценности несколько различаются. Да, то есть они разные. Но, с другой стороны, вы, с другой стороны, согласитесь к нему и, с другой стороны, вам бывает с ним хорошо. Я бы проанализировал то, в чем именно вам с ним хорошо. Да, то есть как бы, что именно составляет вот это чувство, ощущение, что вам хорошо с ним. Ну, тогда уже, может, было бы более понятно. Следующий момент, то, что вы не уверены в себе, потому что у вас есть ревность вот к его бывшей, что несколько странно. Потому что, ну, если вы считаете своего мужчину тем, кем вы его считаете, то вас бы не волновало. То, что он мог пообщаться с бывшей, пока вас не было, кроме того, речи там об измене какой-то нидиот, речь идет просто об общении. Значит, вы не уверены в себе. Если вы не уверены в себе, вы, вероятно, можете бояться, что с вами никто не будет, что вас никто не выберет. Вот, и, соответственно, держитесь за мужчину, потому что боитесь достаточно. Вот, вот то, что я могу вам сказать. Собственно, противоречие, которое у вас, это то, что я обесцениваю того, с кем я нахожусь. Вы также относитесь к вероятной цепи, что вы обесцениваете то, что вам важно, то, что вам ценно. Я думаю, что определить любителей своего мужа достаточно легко. Кто задав вопрос, принимаете ли? Вы его не принимаете, поскольку вам его ценности несколько чужих, и вас они раздражают, и вы не принимаете его систему ценностей. Держитесь вы за него, если я правильно понял, только потому что вам с ним бывает хорошо. Придём, за счёт чего вам бывает с ним хорошо, вы не очень-то понимаете, что составляет некую площадку для того, чтобы вам с ним было хорошо. Соответственно, с этим не разобраться, это нужно поисследовать. Вот. В принципе, всё. То есть, значит, вот вы понимаете, что при этом это бывает достаточно хорошо. И что дальше, Анастасия? То есть, вы написали, что мне это не бывает хорошо, и вы никак не раскрываете этот момент. Ну и обиды, ревность, это несовершенность тоже может затянуть вас к человеку. То есть, это нужно завершить. Честно говоря, несколько странно, что вы работаете с психологом, а вы при этом продолжаете ревновать и как-то держать в себе обиды. С психологом вам это нужно было проработать. Ну и вообще, ситуация немного странная, да? Вы вроде бы работали с специалистом, но при этом почему-то продолжаете пытаться человека изменить. Продолжаете пытаться человека переделать, вот. Несколько это странных моментов. Я бы сказал, что нет ничего сколько-нибудь зрелого в том, что вы пытаетесь взрослого, мужчину переделать под свои какие-то взгляды, потому что люди не меняются. Тем более, там, если он, условно говоря, был завис от алкоголя, потом он это зависимо бросил. Ну, предположим, что он, он, здесь его бросил. Вот. Теперь у него появилось, как бы, основание для того, чтобы он себя ещё более уверен. Её основание надо сказать, надо сказать, но оно такое, но... не такое уж неправильно я бы так назвал бы это. Вот. Так что, здесь нужно, на мой взгляд, быть аккуратным. Вот. Ага. Понимаете? Ага. Ага. Дело не в том, что с вами не так, а дело в том, что вы недовольны с тем, как вкладывается в вашу жизнь. И если вы, ну, хотите свою жизнь поменять, если вы хотите что-то сделать, то вы оставите всё как есть и будете продолжать. То, на мой взгляд, вам нужно продолжать работать со специалистами. А если вы не хотите в своей жизни менять что-то или боитесь это делать, то вы оставите всё как есть и будете продолжать жить вот в такой дилемме, по большому счёту. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.